шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и недельная глава торы пинхас это недельная глава дорогие друзья начинается с того что всевышний воздает пинхасу к своему ревнителю за его решительные действия в отношении земли посмевшего привести в израильский стан язычницу раша дорогие друзья известный комментатор в своем комментарии обращает внимание на неоднократное повторение родословной пинхас упоминание о том что он был сыном элязара сына аарона кухена из чего раша делает вывод что такое повторение имеет целью не только сообщить о предках пинхаса сколько защитить его от осуждения народа утверждающего что как внук идолопоклонника и тро с другой стороны он унаследовала деда определенные языческие наклонности правильно ли поступил пинхас дорогие друзья спросите вы меня это не просто понять но мы попробуем с вами разобраться и так мы начнем с вами с того что с одной стороны его заслуги очевидны мор прекратился народ отшатнулся от дочерей моава и медиана и от их идолов конечно же и тысячи людей были спасены другой же стороны пинхас казнил нарушителя без всякого суда да и вообще формально за подобный проступок вовсе не была положена смертная казнь более того дорогие друзья медраж сообщает нам что народ сначала счел действия пинхаса незаконными и хотел казнить его за убийство и только прямое вмешательство всевышнего спасло его как сказано когда бог сказал пинхас отвратил гнев мой от сыновей израиль и за это я заключаю с ним завет вечного мира пинхасу и потомство его поэтому навечно было отдано первосвященство только с помощью медража мы можем понять мотивацию и скрытую суть этого деяния внука арона первосвященник начнем с вами с того что тара подчеркивает это родословную связь чтобы научить и поколение пустыне и все пост последующие поколения истине что к миру можно прийти не только путем терпения выдержки добра уговоров прощения это был путь арона первосвященника но и с копьем ревнительно конечно же в переносном смысле это был путь пинхаса внука и так земли не научены печальным опытом короха пытается решить галактический спор действиями основанными на своем понимании разногласий с машера бэйн которые тут же попадают в категорию тяжкого преднамеренного греха и этот грех не может и не должен оставаться безнаказан учителю это оказалось не под силам почему наверно от страха что в данном случае всевышний уже не простит свой народ очевидное падение которого привело его в отчаяние и лишило сил нужен был кто-то другой дорогие друзья и свыше избрали пинхаса и он действительно стал спасителем народа и исполнителем приговора небес над земли однако у самоутвержденного поступка пинхаса оказывается есть еще один не менее важный аспект чтобы понять о чем здесь идет речь обратимся к мидраж на глазах у всего народа так там сказано земли водит в свой шатер медианку на этот дерзкий вызов главы колена шимона реагируют по-разному но все молчат и не протестуют и только пинхас внук аарона первосвященника вдохновленный небесами вспоминает подходящую для данной ситуации галаху и обращается к машер обэйну с вопросом разве ты машер обэйну не учил нас галахе что истинный ревнитель веры должен обрушиться на человека публично который сожительствует чужеземкой учитель ответил пусть это исполнит в тот кто вспомнил теперь мы можем точно понять что было двухсмысленным в поступке пинхаса он был частным лицом но действовал так как если бы он был политическим лидером спрашивающим что нам делать и как это предотвратить и ручающим основа основанным на последствиях что спасет много жизни что по сути он действовал так как если бы он был машер обэйн он спас народ но представьте себе что произошло бы если бы рядовой член общества узурпировал роль главы государства если бы всевышний не одобрил поступок пинхаса если бы ему пришлось очень трудно разница между моральными и политическими решениями дорогие друзья становится я ясной когда речь заходит о решениях касающихся жизни и смерти моральное правило таково спасение жизни имеет приоритет над всеми другими заповедями кроме трех кровосмешение идолопоклонничество и убийство если группа окружена например бандитами которые говорят сдайте одного из вас или мы убьем у вас всех они должны быть готовы умереть а не сдать одного и так проанализируем их диалог пинхас возмущен поступком земли он вспомнил то чему учил машер обэйну народ усина и знания галахи закона дает ему право поднять руку даже на вождя колено но свое действие он упреждает вопросом каравину и этим он исправляет ошибку своих дядей по отцу надава и авигу который также зная галаху с учителем не посоветовались за что были наказаны смертью с небес пинхас уже награда свыше приходит незамедлительно во первых к его душе присоединяется искры душ надавая вигу что добавило ему силу и решительности в этом поступке по отношению к земли и кузби и во вторых дорогие друзья он фактически благословлен и становится вождем израиль в политике в отличие от морали святой жизни является высокой ценностью но не единственно что имеет значение так как это полагается правитель или правительство должно действовать долгосрочных интересах народ вот почему хотя некоторые в результате и умрут и правительство в настоящее время постепенно смягчает положение например о локдауне так только уровень заражения снижится чтобы облегчить страдания или например облегчить экономическое бремя и восстановить приостановленные гражданские например свободы у нас дорогие друзья есть моральные обязанности как у отдельных людей и мы принимаем политические решения это разные вещи вот о чем история пинхаса по моему мнению дорогие друзья в жизни каждого из нас может наступить момент когда от него требуется совершить нечто неординарное поступок от которой многое зависит в его собственной судьбе и в судьбе всего народа обычно в этот ответственный момент хочется посоветоваться с учителем с раввином или просто знающими людьми тем более что это же рекомендует и наша традиция в поучении отцов перкея вот 16 написано создай себе наставника но иногда решение человек должен принимать и сам подобным примером является поступок пинхас именем которого и названа наша недельная глава поэтому нужно понимать что если человек идет правильным путем то нет места к разочарования и отчаяния тот кто правильно продвигается всегда должен быть в радости поскольку он проходит через все эти этапы пути и оправдывает их понимая что они необходимы для раскрытия его совершенства этого я нам всем и желаю дорогие друзья браха вас лоха много сил будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан а